Абракадабра! Магия стала одним из важнейших элементов видеоигр. Сегодня GameRanks представляет вам 10 игр с удивительной системой магии. Номер 10. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Система команд. Система команд это не совсем магия, но вместе с магией она становится крутой. Вы могли использовать различные команды атаки и команды магии, а затем их совмещать. Поначалу такой фокус сложно будет описать как настоящий, так сказать, магический трюк. Но когда вы об этом задумываетесь, то понимаете, что это единственная игра серии Kingdom Hearts, где можно так делать. Это привносит невероятную гибкость и уникальность геймплея, что значительно меняет все ваши движения. У вас будет свобода действий для вашего воображения и использования более сокрушительных и полезных атак, и это не единственная система в своем роде. Да, в этом списке есть похожие, однако Kingdom Hearts Birth by Sleep создал кое-что проработанное, замысловатое и интересное. Это и называется магия. Номер 9. Black and White. В этой игре была очень сложная и интересная система создания магии. Вместо того, чтобы выбирать заклинания из книжки, у вас был доступ ко всем поводкам чудесам и магии в игре с помощью использования жестов. Чтобы сделать жест, вам нужно было что-нибудь начертить мышкой. При правильном начертании происходит небольшой взрыв света и появляется чудо или поводок. Это можно было делать как в бою, так и вне боя, и это действительно приятное чувство. Вам приходилось запоминать подобные вещи, и такой элемент игры чувствовался, как настоящая магия, словно мышь это волшебная палочка, а вы исполняете магические трюки. Номер 8. Akami. Тут тоже используется механика начертания, однако прежде чем вдаваться в подробности, я хотел обратить внимание на рисовку игры. Сама игра выглядит словно рисунок. По сюжету вы используете специальную божественную кисть для рисования и различные техники, чтобы создавать удивительные изменения в мире. Например, если вы обвели растения в круг, вы можете восстановить проклятые растения или усыпить врагов растений. Если нарисовать круг в небе, то можно продлить день. Вы можете соединить два предмета дугой, и они будут притягиваться друг к другу. Поскольку эта игра выходила на V, вы могли использовать контроллер, чтобы рисовать прямо на экране. У каждого умения божественной кисти был свой бог, который определял каждый из них. Это были 12 персонажей восточно-азиатского зодиака и кошка. Умения отлично сливались с сюжетом и особенностями игры. Номер 7. Драгонс Догма. Думаю, вы и сами хорошо знаете, что особенного в Драгонс Догме. По сути, заклинания в Драгонс Догме – это стихийное бедствие, к которым вы взываете. Напоминает анимацию из байонеты, только этой вы сможете управлять. Вы просто выпускаете их во врагов. Нацеливаться и кастовать их, конечно же, увлекательно, но это не самое крутое. Хотите призвать смерч, который разрывает врагов на куски? Без проблем. Выглядит это тоже довольно круто. Заклинания настолько нелепо сильные, что управлять такой мощью было чертовски круто внутри мира. А зрелище-то какое? Номер 6. Сакрифайс. Эта стратегия в реальном времени, полностью построенная на магии. Тут есть и немного экшена, однако суть игры не в нем. Поскольку эта стратегия, в ней немало нюансов, но самое веселое начинается с полномасштабных магических баталий. Вы можете победить вашего соперника, пожертвовав одним из своих дружественных юнитов на его алтаре, тем самым его оскверняя. Учитывая, как здесь реализована магия, а также как сделаны задачи, цели и условия победы, Сакрифайс смогли все это отлично совместить. Номер 5. Аркс Фаталис. Система жестов. Несмотря на то, что эта игра совсем не похожа на Black & White, она использовала ее лучшие элементы системы жестов. Вы опять же рисуете руны, используя мышь, и это создает различные заклинания. Однако особенность игры не только в системе жестов, это далеко не самая уникальная система в игре, а вот сами заклинания были очень изящны. Кроме того, это задало направление последующих игр Arkane Studios, об одном из которых мы расскажем дальше. Номер 4. Маджика 2. В игре очень интересный способ совмещения заклинаний. Различным клавишам на клавиатуре соответствуют различные спеллы, и вы как бы крафтите из них новые заклинания. Это похоже на эксперименты в реальном времени, где вы буквально создаете разнообразные комбинации магии. Это очень крутой способ создания различных заклинаний. Мало того, что создание спеллов очень увлекательное, так оно еще и в реальном времени. Когда вы впервые нажимаете несколько определенных клавиш, и огромный огненный шар охватывает вас и убивает все вокруг, вы думаете, что эту комбу точно стоит записать. Звучит довольно просто, но это возможно лишь на клавиатуре, где есть много клавиш. Выглядит действительно впечатляюще. Это очень круто. Номер 3. The Elder Scrolls Morrowind В Morrowind была очень правильная система создания заклинаний. Вам казалось, что мышка – это волшебная палочка, а вы какой-нибудь доброжелательный колдун, настоящий чародей. Вы собирали разнообразные эффекты заклинаний по всему миру, и все они подразделялись на разные категории. Вы могли тратить часы, совмещая все по очереди и создавая эти необычные эффекты. Их было так много, что комбинаций, мягко говоря, до хрена. Не то, чтобы они были очень мощными, но вы могли придумать что-нибудь интересное, если бы потратили немного времени. Номер 2. Dishonored 2. Система заклинаний, которая, по правде говоря, была доработана из чуть ли не идеальной и бесконечно интересной системы комбинаций, сделанной в первом Dishonored. И тут вы не в буквальном смысле комбинируете заклинания, как во многих других играх. То бишь, крафтом это не назовешь. Это скорее необходимость разобраться в эффектах, чтобы пройти какой-то момент. Вы могли перемещаться во времени, прыгать врагам за спину, или же сбрасывать приманку в пропасть, чтобы перерезать противников и не пострадать. Дизайн Dishonored 2 очень искусный, а с системой заклинаний разбираться очень приятно. Называть обычной магией то, что происходит в игре – это преуменьшение. Номер 1. Divinity Original Sin. Тут эти же идеи возведены на новый уровень. Я не стану утверждать, какая из игр лучше, интереснее или что-нибудь подобное. Однако большинство концепций применения заклинаний и взаимодействий с окружением, которые мы видели в Dishonored и в частности в Dishonored 2, также можно увидеть и в Divinity Original Sin. Хотя здесь взаимодействие с окружением куда изощренней. Очевидно, эти игры сильно отличаются друг от друга и имеют совсем разные механики, в частности, если смотреть с позиции впечатлений от игры. Кроме того, одна игра является экшеном в реальном времени от первого лица, а другая – пошаговая RPG. Хотя справедливости ради стоит сказать, что идеи обеих игр пересекаются. Честно говоря, я считаю, что при упоминании одной игры стоит вспомнить и вторую, потому что они похожи, но представлены совершенно по-разному. Должен сказать, что эти две игры я считаю одними из лучших, во всяком случае за последние годы. Когда дело доходит до магии, она выглядит очень круто и интересно. Но в конечном счете, эти игры основываются на магии и ее применении, и эту тему можно развивать до бесконечности. А какие ваши любимые магические трюки в играх? Будь то определенная система или какое-то заклинание? Пишите об этом в комментариях под видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк, а также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Если же вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и Вконтакте. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.